Начну с вопроса, сколько вы зарабатываете? Ответьте самому себе и подумайте, а устраивает ли вас эта сумма? Я думаю, абсолютное большинство из вас в какой-то период жизни пытались заняться ютубом или в целом хотели стать блогерами. Кажется, что блогерам стать легко, но самое главное, они ведь много зарабатывают. Инстаграм выдвинул статистику, что из 3 миллионов аккаунтов, которые собрали 1 тысячу подписчиков, лишь 0,67% собирают более 1 миллиона подписчиков в дальнейшем. Мы знаем о топовых блогерах, но мы не знаем, как и сколько они зарабатывают, поэтому... В этом видео ты узнаешь, сколько зарабатывают топовые зарубежные и СНГ блогеры, как они зарабатывают на нас деньги, сколько мы им платим, почему блогеры такие богаты и, наконец, кто же богаче мистера Биста. Начнем, наверное, с легенды ютуба, с человека, который задал тренд всем блогерам. Это PewDiePie или же Феликс Чельберг. Родился 24 октября 1989 года в Гетебурге, Швеция. Начал свою карьеру в 2010 году и уже за 3 года собрал 10 миллионов подписчиков. Стал иконой ютуба, первым блогером с аудиторией на одном канале более 100 миллионов подписчиков и просто легенда ютуба. Станом на сегодня у легенды более 111 миллионов и более 29 миллиардов просмотров на канале. Само собой, монетизация ютуба это не единственный источник дохода. Основной источник дохода блогеров и медийных лиц в целом формируется за счет рекламы и коллабораций с брендами. У того же Феликса в инстаграме 21 миллион подписчиков. И в описании профиля висит ссылка на NordVPN, который само собой ему забашлял. По приблизительным данным социал медиа, PewDiePie только с монетизацией ютуба зарабатывает примерно 30-50 тысяч долларов в месяц. А за год он зарабатывает в среднем от 20 до 40 миллионов долларов. И тут вы спросите, да блять, как так-то нахуй, откуда? Также тебе никто не запрещает открыть что-то свое. Например, как Джимми Дональдс, который более известен как Мистер Бист. Джимми родился 7 мая 1998 года. Да, ему всего 25 лет. В 2012 году создал свой ютуб аккаунт. И первых 100 тысяч подписчиков набрал аж через целых 4 года в 2016. В 2018 на его ютуб канале уже было более 10 миллионов подписчиков. А в 2022 году более 100 миллионов. Сейчас он начал набирать мощные обороты и на сегодняшний день у него более 240 миллионов подписчиков. Общая его аудитория со всех соцсетей более полумиллиарда человек. 5 основных аккаунтов, многоголосая озвучка более чем на 10 языках, более чем 50 миллиардов просмотров, десятки тысяч спонсоров и самое главное, деньги. Ютуб блогеры могут также зарабатывать с помощью спонсорства обычных зрителей. У Джимми это стоит полтора доллара. Также на будущее все цифры, представленные в этом видео, относительно примерные, так как точный доход блогера вряд ли и он сам сможет посчитать. С одной лишь встроенной монетизацией на ютубе Джимми зарабатывает примерно 6-8 миллионов долларов в месяц. С рекламы около 5 миллионов долларов. По официальным данным Forbes за 2022 год Джимми заработал не более 50 миллионов долларов. К сожалению, за 2023 год такой инфы нет, но примерно со всех его аккаунтов, со всех его бизнесов, а именно Fistables, MrBeastburger, Merch и так далее, Джимми заработал порядка 150-200 миллионов долларов за год. А вполне возможно, что и намного больше. А еще у него есть немаленькие твиттер-аккаунты, фейсбук и инстаграм. Давайте по итогам. Ютуб-блогеры зарабатывают на рекламе, монетизации, продвижении своих товаров, коллаборациях, спонсорстве, донатах и всяком таком. Если вы думаете, что MrBeast самый оплачиваемый канал на ютубе, то пора задуматься о детях. Ведь впереди у нас детский контент. Like Настя, девочка с ДЦП, у которой более 112 миллионов подписчиков на канале и около 97 миллиардов просмотров. Да, я знаю, что работягам завода сейчас захочется плакать, но зарабатывают ее родители на ней около 150 миллионов долларов в год. Само собой, если мы сделаем топ тех, кто зарабатывает больше всех именно с монетизацией ютуба, то выиграет либо MrBeast, либо T-Series, о которых мы поговорим дальше. Но вот если мы возьмем тех, кто зарабатывает благодаря ютубу, то этот топ открывает KidsDianaShow. Украинская девочка, у которой, наверное, больше всего авторских бриллиантовых кнопок, а именно 8. 118 миллионов подписчиков и 100 миллиардов просмотров. Не знаю, как там у Дианы с родителями, ведь припахивают они еще с ранних лет, но вот у родителей там точно все хорошо. Как минимум на канале есть 3 видео, которые собрали более миллиарда просмотров. Это вот вообще 2,3 миллиарда собрало. Благодаря 13 каналам и невероятной популярности родители зарабатывают примерно 160-165 миллионов долларов в год. Ну, честно, я не понимаю, как это можно смотреть. Конечно, количество подписчиков не всегда влияет на доход, но это не относится к нашей тройке лидеров. Встречайте, сет Индия со 168 миллионами подписчиков и 158 миллиардами просмотров. С одной лишь монетизацией они в год имеют порядка 80 миллионов долларов, а общий доход компании составляет около 260 миллионов долларов. Но почему такой масштабный разрыв? Ведь подписчиков у них, ну, не намного-то и больше, нежели у остальных. В целом, двойку лидеров по доходу отделяют то, что они не грузят авторский контент, а то, что они выкладывают то, на что они купили права. Чуть-чуть детальнее об этом я расскажу через 2 минуты на премьере T-Series, а сейчас Coco Melon. Крупнейший канал с детскими мультиками, анимациями и музыкой. На отличие от индусов, компания создает авторский контент. Долгое время канал ходил под Thresher Studio, благодаря которым со своим контентом даже попал на Netflix. Но в 2020 году Moonback Entertainment выкупил Coco Melon. Точная сумма сделки неизвестна. Контент Coco Melon можно посмотреть на более чем 7 языках. Например, на английском, испанском, русском, португальском, китайском, немецком и арабском языке. Благодаря такой масштабной аудитории канал с одной лишь монетизацией за год зарабатывает около 60-80 миллионов долларов. Но, конечно, основной доход строится не на этом. Coco Melon выкладывает свою музыку на стриминговые сервисы. Ихние мульты крутятся не только на YouTube, а и по телевидению во всем мире. Все эти факторы позволяют зарабатывать каналу Coco Melon приблизительно 282 миллионов долларов в год. Детский контент это, конечно, круто, но давайте я вам расскажу сейчас о самом высокодоходном и самом неизвестном для нас YouTube-канале. А именно T-Series. Я уверен, 99% из вас знают T-Series только потому, что у них больше всего подписчиков на YouTube-канале. Может, кто-то знает о них благодаря гонке Мистера Биста и Пьюти Пая против них. А может, кто-то даже заходил на их аккаунт и офигевал от количества видео. Кто такой T-Series, в чем их секрет, почему они грузят так много видео и сколько они вообще зарабатывают. Короче, погнали, сейчас расскажу. История этого канала начинается еще в далеком 1983 году с человека по имени Гулшан Кумар. Этот дяденька зарабатывал на перепродаже кассет с музыкой, ведь в те годы в Индии достать музыку было не так уж и легко. Зарабатывая на пиратстве кассет, Гулшан потихоньку начал выкупать права на песни. То есть человек А написал трек, а человек Б купил права на этот трек и зарабатывает с него деньги. Это и был Гулшан, но в 1997 году из-за конкуренции на музыкальном рынке его убивают. И за молодой бизнес берется его сын Бухушан Кумар. Поднимает он первые хорошие деньги в 2000-х годах, когда продавал рингтоны на телефон. Да-да, раньше и за это платили. Ну и в целом, постепенно реинвестируя заработанные деньги в новые треки, в 2019 году компания пришла к тому, что владеет более чем 70% всей музыки Индии. Уже в 2006 году был создан канал T-Series, куда начали выгружаться видео с клипами на их песни. Суммарно у T-Series в запасе еще более 150 тысяч песен. Если вы думаете, что это много, то посмотрите на сет Индия. У них уже 128 тысяч видео. Идентично с T-Series поступает и сет Индия, поэтому у них такой большой доход. С одной лишь монетизацией ютуба, канал T-Series зарабатывает примерно 80-100 миллионов долларов в год в лучшем случае. И благодаря всем этим песням, авторским правам, фильмам популярности, компания T-Series зарабатывает примерно 400 миллионов долларов в год. Да, вот такой вот поворот. Крутые результаты. А что же насчет блогеров нашего детства и тех блогеров, которых мы смотрим сейчас? Начнем с легенды. Купленов. На канале Димы 7,4 миллиардов просмотров, 6400 плюс видео, 16 миллионов подписчиков. В худшем случае, с монетизацией своих видео, Дима зарабатывает около 200 тысяч долларов в год. В неплохом случае, можно предположить, что около миллиона долларов. И если кто-то сейчас в комментах захочет выдать, что монетизации в РФ нет, то он будет прав только отчасти. Стоит понимать, что после 24 февраля русские просмотры не оплачиваются, а также новые каналы, которые зареганы на РФ, не могут подключить монетку. Но просмотры с других стран оплачиваются, и авторы хоть и не так много, но все же зарабатывают. У меня, кстати, тоже такое можно сделать. Поддержите. Конечно, все подсчитать довольно тяжело, но сопоставив все эти факторы, примерно можно подсчитать, что Дмитрий Купленов за год зарабатывает примерно от полутора до трех миллионов долларов. Это, конечно же, примерные цифры, и они могут разниться в зависимости от многих факторов. Но вот какой факт неизменен, так это популярность Влада А4. С одной лишь монетизацией Влад зарабатывает около 3-5 миллионов долларов в год. У А4 также есть мерч, присутствует реклама, и в целом он монетизирует свою популярность по полной. Издание «Коммерсанты» со ссылкой на исследование ассоциаций блогеров и агентств АБА, которое проанализировало заработок инфлюенсеров, сообщает, что самый большой рост показали доходы Влада А4, увеличившись в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, на 792% больше. С учетом мерча, реклам, спонсорства, его годовой доход может достигать около 15, а то и 20 миллионов долларов в год. В общем, доход блогеров можно разбирать очень долго, и все равно же найдется кто-то, кто не услышит, что все эти суммы примерные и будет бомбить. А вы в комментариях напишите, кто ваш любимый блогер и о заработках кого вы были удивлены. Подписывайтесь, здесь много интересного, хорошей тебе недели и пока!